Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что императрица Елизавета подписала указ о создании университета в день святой мученицы Татьяны, было по всей вероятности случайным совпадением. Императрице не могло и прийти в голову, что мученица Татьяна может иметь какое-то особое отношение к вновь создаваемой в Москве высшей школе. Но у Бога ничего не бывает случайным. И мученица Татьяна стала действительно любимой святой русского студенчества, российского студенчества. И она стала покровительницей университета. А почему же это произошло? А потому что она была мученицей. А в основе мученичества, то есть способности умереть, даже проходя через страшные страдания, за свои убеждения, в основе всего этого лежит подвиг, совершаемый человеком. Подвиг. Слово подвиг от слова движение. Движение может быть беспорядочным, бровновское движение молекул. Может быть очень сконцентрированным, как движение луча в лазере. Может быть менее сконцентрированным, но тем не менее целеустремленным. А что же такое подвиг, что же такое подвижник? Открываем словарь Даля, замечательного нашего ученого, филолога и лингвиста, который совершил вообще удивительный подвиг, создав толковый словарь, который сохраняет свою актуальность даже до ныне. Даль удивительно, с научной точки зрения, с точки зрения, если хотите, даже общекультурный, создал это замечательное произведение. И вот там очень ясно сказано, что такое подвижник. Подвижник – это тот, кто прославился великими и славными делами. То есть не всякая жертва может быть подвигом, не всякое движение вперед может быть подвигом. Только тогда, когда двигающийся совершает великие и славные дела, добрые дела. Вот такое подвижничество совершила святая мученица Татьяна. Она отдала свою жизнь. Она отдала свою жизнь за веру, за свои убеждения. Она проявила невероятную силу Духа, которая потрясла гонителей. Вот у святителя Иоанна Златоуста находим такие интересные слова. «Мы живем, – пишет святитель, – тогда, когда гонений уже нет, они закончились. А что сейчас есть? Гонения прошли, а мученичество осталось. Если во времена гонений мы были мучимы от людей, то сегодня, послушайте, мы мучимы от бесов». И как бы люди ни относились к существованию этой темной реальности, святитель Иоанн знал, о чем говорил. И я думаю, что особенно его слова звучат актуально сегодня. Сегодня никто, никого не мучает, по крайней мере, в нашей стране за убеждения, в том числе и за веру. Мы имеем возможность и благодарим за это Бога совершать открытое богослужение, исповедовать свою веру, совершать литургию в храме при Московском университете. Но это не снимает той темы, которую так ярко высветил святитель Иоанн Златоуст. Мы сегодня мучимы от бесов. А как расшифровать это послание святителя Иоанна? Можно только следующим образом. Вот общее движение, по которому идут, я думаю, большинство людей в мире, так называемый широкий путь. Так что из себя представляет этот главный путь? Что представляет из себя современный фарватер развития человеческой цивилизации? Что там? И мы можем смело сказать, что на этом пути огромное количество искушений, испытаний, в том числе испытаний, которые человек вынужден проходить, если он хочет сохранить свою целостность, если он не желает раствориться в этой массе молекул, составляющих общее движение, если он хочет сохранить самого себя, тем более, если он хочет сохранить свою веру и свои убеждения. Правильно говорил святитель Иоанн, что от бесов гонимы люди, когда нет гонения от людей. И если повнимательнее присмотреться вот к этому общему движению, как много здесь опасных маяков, опасных указателей, опасной энергии, которая нередко увлекает человека, захватывает его душу, его сознание, но направляет к ложным целям. Мы не будем сейчас говорить о том, что происходит сегодня в современном искусстве и во многих других сферах человеческой жизни, но нам не следует никого критиковать, нам следует только настаивать на том, что вертикальное измерение человеческой жизни не должно разрушаться ни при каких обстоятельствах, иначе не будет того движения, о котором Даль говорил, и не будет тех подвижников, о которых Он говорил. И слово «движение» перестанет связываться со словом «подвижник». И в таком случае ценностная составляющая движения человека по жизненному пути будет потеряна. Вот слово «подвиг» должно, в том числе и студентов, и обучающихся в Московском университете, как и пример святой мученицы Татьяны, должно заставить подумать об очень многом, о смысле жизни, о ее цели, о том, как человек должен встречать трудности, как он должен идти по пути, отстаивая свои убеждения, и особенно о том, как человек должен, несмотря на очень непростые внешние условия, сохранять сегодня веру в то, что подлинным движением является движение к небу и вперед. Вот я и хотел бы пожелать всем, кто трудится в Московском государственном университете, с деначальствующим, учащим, учащимся, сохранить этот вектор движения и в своем уме, и в своем сердце. А сохранить это значит соотносить все то, что мы делаем, вот с этой системой координат. Это делание, куда меня ведет, вперед и вверх, или я топчусь на месте, или я, захваченный водоворотом событий, обстоятельств и внешних влияний, просто попадаю в губительную воронку, оставаясь на месте и опускаясь вниз, а не возносясь к небу. И пусть Господь всем нам поможет сохранять духовную бдительность, духовные силы, для того, чтобы никогда не сбиваться с того жизненного пути, к которому призывает нас сам Господь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ